Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы обсудить атомную клавиатуру. И это название не для того, чтобы вызвать у вас ажиотаж, а она действительно атомная. А атомная она потому, что называется Атом АТ-103. Поэтому она, собственно, и атомная. Так вот, небольшой размерчик по отношению к руке, да? В принципе, вот такая вот она упаковку имеет, в принципе. Внутри упаковки еще одна упаковка. И в этой упаковке мы имеем руководство эксплуатации даже на русском языке. Нам здесь рассказывают, что да как, что зачем и все такое прочее. Даже гарантийный талон имеется в этой инструкции. Также у нас здесь хранится упаковочка самой клавиатуры. Самой клавиатуры здесь конечно же нет, я ее использую. И вот такой вот тоненький маленький микро-USB кабель. Да, не Type-C, увы. Что ж поделаешь, придется с этим смириться. Этот USB кабель используется для зарядки самой клавиатуры. Такой вот небольшой, простенький, дешевенький. Информацию по нем нельзя передавать, ибо у него просто плюс и минус. Здесь даже видно по контактам. То есть он только для зарядки. Ну и можно телефончик использовать, какой-нибудь старенький для зарядки. Либо эту клавиатуру. А вот сама клавиатура выглядит таким вот интересным образом. Это вид сзади. Сзади у нее есть отсек батареечку. Его мы открываем. И там вываливается обыкновенная батарейка, всем знакомая, под названием BL5C. О чем нам это говорит? О том, что в принципе эту батареечку можно купить рублей за 150-200, если вдруг она сядет. Ну или умрет, да, своей смертью. Может быть и не своей. И спокойненько здесь заменить. В магазине была вторая клавиатура. Вот, так сказать, дочки магазина на три буквы, как мы все любим говорить. Там был встроенный аккумулятор. Здесь же он съемный. Поэтому я, собственно, взял именно эту клавиатуру. Имеет она у нас кнопку включения. Соответственно, и она же выключение. И разъем для зарядки. Как вы могли наблюдать, здесь есть тачпад. Здесь даже нарисовано, что он умеет. И как им пользоваться. Кнопка FN. И по кнопочке FN у нас есть некоторые, так сказать, плюсы в работе. Что мы, естественно, посмотрим далее. Ну, а самое интересное, как мне кажется, это тот вариант, что мы можем изменять подсветку. То есть, либо она остается у нас выключенной. Либо, как вы заметили, есть три режима. R, G, B. Красный, зеленый, голубой, да, синий там. Не суть-то, в принципе. Поэтому, собственно, эту клавиатуру можно называть Hermes Sky, да. Она же имеет подсветку. Ну и, соответственно, какую-никакую, но раскладку по геймпаду или чойстику, как вам интереснее называть. Потому что здесь у нас есть стрелочка сверху. Но с этими стрелочками в некоторых играх есть проблема. А какая проблема, мы узнаем чуть-чуть попозже. Потому что сейчас рассмотрим функциональные клавиши. Для этого мы переместимся немножечко поближе к персональному компьютеру. Типа ММ, ПК, ноутбук там или что у вас там есть. И посмотрим, как это все работает. Работает ли в принципе вообще. К сожалению, работу ее с телевизором и приставкой я не могу показать. Потому как здесь у нас в инструкции заявлено, что подходит для работы с ПК, телевизорами и приставками. Насчет приставки, конечно, я не знаю, что это именно имелось в виду. То ли приставка к телевизору, то ли приставка в смысле консоль. Тут, к сожалению, я ничего не могу ответить. Но будем посмотреть по работе на ПК. Приступим. Как бы мы наблюдаем, что у нас здесь есть клавиатура. Ее мы включаем. Она у нас определяется. И вот оно пошло действие. По крайней мере, по тачпаду, да? Мы видим, что она у нас передвигается. Но функциональные клавиши не работают. Но зато работают W, S, A, D. То есть, как мы можем наблюдать, что не во всех игрушках все-таки у нас будут работать боковые клавиши. Также у нас работает увеличение звука. Естественно, мы выключаем, включаем. Сделаем больше. Нажмем выключить звук. И все это, естественно, у нас активируется и работает. То есть, по работе с именами в играх в этом устройстве нужно понимать, что не всегда это канавит. Но берем такую игру, как Евротрак Симулятор. И что мы видим? Мы можем управлять этой стрелочкой. При этом я не нажимаю W, S, D. Но ехать мы можем. Это, опять же, не может не радовать. Конечно же, у нас работает обзор на тачпад. Надо остановиться, да, мне кажется. Нажмем пробел. Ну вот. Так что, по сути, в некоторых игрушках все-таки мы можем прекрасно использовать эту клавишу. Клавишу, клавишу, да. Заехали мы, правда, не туда. Но это для того, чтобы просто нам показать, посмотреть, что эти клавиши все-таки в некоторых играх имеют в своей функциональности. И это очень хорошо. Далее проверка просто на то, что она действительно работает. NeoFetch, Enter. И вот у нас вся информация вывелась на экран. Alt, F4, и все замечательно. По функциональным клавишам Fn. Насчет этого я не читал, что сие значит такое. А вот Fn, Ctrl, Alt, Delete. У нас очень интересное сочетание. Но для этого нам нужно перезагрузиться в Windows. Итак, мы в операционной системе семейства Microsoft Windows. Нажимаем сочетание Ctrl, не Ctrl, Fn, Enter. И у нас срабатывает Ctrl, Alt, Delete. Это замечательно. Далее мы нажимаем Fn, F8. И у нас мышка перестает работать. Fn, F8. И снова работает. Fn, F2. У нас идет смена подсветки. Такие вот дела. Ctrl, F7. Создается Print Screen. Снимок экрана. Но я не хочу ничего использовать. Спасибо. Далее. В какой игре у нас еще есть проблемы? Это вот в этой вот игре. Опять же у нас не работают стрелочки. Возможно это можно переназначить. Но я не пробовал. Мне интересно было посмотреть, как это все работает из коробки. Как оно там определяется. И все такое прочее. Ну и стоимость в начале вы видели у этого устройства. Так что выводы делать только вам. Почелу. О, и на самом деле. steel. Все. Так. Продолжение следует...